Высококвалифицированная медицинская помощь при родах – это не все услуги, которые можно получить в лечебном учреждении. Теперь получить свидетельство о рождении ребенка можно будет, не выходя из перинатального центра. Здесь открыт кабинет, в котором можно получить самые необходимые документы. Подробности у Али Баташева. Алена Гагаринская – консультант отдела ЗАГСа по Черкесску. Работает с документацией в новом кабинете. Она одна из немногих сотрудниц в этом учреждении без белого халата. Помощь оказывает в основном юридическую, выписывает документы на месте и выдает их мамам. Сразу зарегистрировать рождение своего ребенка прямо здесь, до выписки. Услуги оказываются платные, на платной основе? Нет, услуги бесплатные, госпошлина не оплачивается. Для наших женщин значительно облегчается возможность получения необходимых документов, первого документа в жизни их ребенка, вместе со справкой на получение пособия. В торжественной обстановке свидетельство о рождении своей дочери Софьи получила Ксения Михайлова. А еще многодетной маме, как и остальным получателям документов, вручили подарки. Чтобы росла здоровая, самое главное, и приносила к вам радость. Спасибо большое. Это очень удобно, потому что я многодетная мама, и после выписки моей семье будет не до этого, чтобы бегать и получить свидетельство. Очень удобно прямо здесь получить мои документы. Пока в Карачаево-Черкесии это первый опыт выдачи справок в лечебном учреждении. В Республиканском перинатальном центре количество родов превышает более 50% из всех, которые происходят в республике в течение года. Это, как я уже сказала, пилотное учреждение, которое мы начали разрабатывать и работаем по поручению председателя правительства Карачаева-Черкесской республики Мурата Олеговича Аргунова. Следующий этап – это будет вовлечение других медицинских организаций, и это будет работать во взаимодействии Минздрава, всех медицинских организаций и органов ЗАГС. И далее уже к осени текущего года мы, наверное, достигнем результата электронного документа оборота между органами ЗАГС и Минздрава. Кабинет начал свою работу 12 апреля. За это время было выдано около 40 свидетельств рождений и справок на получение пособия. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия.